В центре Чебоксар, излюбленном месте отдыха горожан и туристов, установился зловонный запах. Особенно жалуются на неприятное амбре жители тех домов, что находятся ближе всех к акватории речного порта, а также сотрудники расположенных там компаний. Дышать полной грудью просто невозможно. Кто-то уже подумывает о том, чтобы приобрести защитную маску. Что стало причиной зловония, далее в репортаже. Неприятный запах взял в плен центральную часть города, в частности территорию, которая расположена в акватории речного порта. Наиболее выдержанные прогуливаются в излюбленном месте, прикрывая нос рукой, остальные просто сворачивают с запланированного маршрута. Вонь невыносимая. Анализация пахнет чем еще? Ну что, еще гости приехали, ну просто стыдно. Честно говоря, стыдно. Вот туристы гуляют на самом вот этом видном месте. Тоже побыстрее хотим оттуда выйти куда-нибудь. Дышать невозможно. Жалобы на зловоний в центре города уже посыпались от горожан. Звонки поступили и в единую дежурно-диспетчерскую службу столицы. Место, откуда дурно веет, отсюда просматривается как на ладони. А источник дурного запаха формируется как раз в акватории речного порта. По самому цвету, то есть вот эта часть зеленая, эта зеленая часть как раз уседает весь планктон, вся растительность. То есть фонды приезда? Да, да, да. Как раз вот эта вот планктонация, эта растительность, которая в Волге находится, она отмирает и перегнивает и дает запах. Особенно усиливается он в жару. Ветер с севера подхватывает зловоний и несет в город. Защититься от его невозможно. Нужно просто очищать акваторию речного порта, полагают некоторые. Кто этим должен заниматься, оказывается, тоже вопрос. Это нужно вопрос решать и вопрос создавать по большому счету речному порту, поскольку мы не обслуживаем данную акваторию. Наши обязанности – это перевозить пассажиров и добывать нерудные строительные материалы. Очищать Волгу – это не наши обязанности и даже не наше право. Мы не имеем такое даже права. Все сегодняшние дебаты, которые идут вокруг поднятия уровня реки Волги, вот мы сегодня пожинаем плоды. Первый результат. Потому что Волга цветет и она будет так цвести и пахнуть. К сожалению, не пахнет самая Шанелью 5. Тяжелый запах, который истощает сейчас река, не опасен для здоровья, успокаивают в Роспотребнадзоре. Но такое зловоние раздражает горожан. Следовательно, нужно решать проблему. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня будет дуть северный ветер. Это значит, неприятный запах будоражащих горожан и гостей столицы временно пропишется в центральной части города. Остается разве что запастись терпением или попросту избегать прогулок в дурно пахнущих местах. Ольга Григорьев, Андрей Шоклев, Республика. Пока все службы и организации выясняют, в чьей юрисдикции зловоние горожанам остается либо вдыхать неприятный запах, либо самим выйти на субботник по очистке акватории. День города не за горами и праздник может получиться с душком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова